С сегодняшнего дня в Московской области из-за сложной ситуации с коронавирусом вступил в силу режим нерабочих дней. Чтобы не допустить распространения заболевания, власти региона ввели ряд ограничений. Так, на протяжении 11 дней, с 28 октября по 7 ноября включительно, в Москве и Подмосковье приостановили работу практически все предприятия сферы услуг. В том числе развлекательные заведения, библиотеки, фитнес-клубы, бассейны, салоны красоты, а также магазины, не торгующие товарами первой необходимости. Также нельзя будет посидеть в кафе и ресторанах. Еду можно заказать только на вынос и на доставку. Еще одно изменение связано с оказанием услуг, которые требуют очного посещения. Среди них органы государственной власти, МФЦ, ЗАГС и миграционные центры. Большую часть услуг теперь можно будет получить только онлайн. Что касается массовых мероприятий в Москве и Подмосковье, они полностью отменены. Однако возможность посетить музеи и театры остается, но с ограничением наполняемости залов до 50%, а также при наличии QR-кода и средств индивидуальной защиты. Несмотря на ряд ограничений, прогулки на свежем воздухе не запрещаются, парки и детские площадки будут открыты. Все больницы и поликлиники, включая частные, продолжат оказывать плановую медицинскую помощь в обычном режиме. А вот стоматологии будут оказывать только экстренную или неотложную помощь. Продолжат работу организации, отвечающие за функционирование городской инфраструктуры, предприятия непрерывного цикла, а также прививочные кабинеты в поликлиниках. На время вынужденных каникул добровольцы будут доставлять продукты, лекарства и предметы первой необходимости жителям округа старше 60 лет, соблюдающим домашний режим. Оставить заявку можно по телефону горячей линии.